В центре Иванкова Киевской области сегодня мало что напоминает о российской оккупации. Армия страны-агрессора контролировала поселок чуть больше месяца. 25 февраля 2022 года российский снаряд попал в Иванковский историко-краеведческий музей. В экспозиции были народные костюмы, керамика-полесья, оружие времен Второй мировой, экспонаты, связанные с ликвидацией аварии на Чернобыльской атомной электростанции и даже скелет Мамонта. А еще работы местных художников. Самое ценное – полотна Марии Примаченко. Покореженная крыша, разрушенные стены и горы копоти – это все, что осталось от здания после удара. Местные уверены, российская армия умышленно целилась именно по музею. Думаю, что замыслный. Думаю, что намеренно, потому что мы видим уже и по-другим, что уничтожают культуру, учреждения культуры, музеи. Это у них, пожалуй, самая первая задача – уничтожить нашу историю. Но уничтожить историю россиянам не удалось. Когда начался пожар, охранник музея и жители поселка выбили решетки на окнах и бросились доставать экспонаты. Но спасти удалось далеко не все. Огонь слишком быстро охватил здание. Более того, снаряд попал в большой зал, то есть именно в то помещение, где и хранились картины Марии Примаченко. Они уцелели благодаря счастливой случайности. За день до удара полотна сняли со стен и перенесли в другой музейный зал. Помимо 14 работ Примаченко, написанных даже не на холстах, а на бумажных ватманах, из горящего здания вынесли часть старинных вышитых рушников и сорочек, бронзовые статуэтки, ковры ручной работы. Они вскочили. Заскочили сюда в музей и подавали людям, которые были по эту сторону, музейные экспонаты, которые можно было спасти. В большой зал они уже зайти не могли. Там уже все горело. Спасенные шедевры Надежда и сторож Юрий прятали от российских оккупантов еще месяц. Сказала Надежда Константиновна, забирайте картины со двора и где-то их прячьте. И я спрятала. Где именно? Спрятали. Я и сторож наш. И целую оккупацию бегали и за ними присматривали. На месте ли они еще лежат? После освобождения Иванкова картины показали на выставке Мария Примаченко «Спасенная». Наследие художницы более двух тысяч живописных работ. Мария писала в наивном народном стиле. Его называют примитивизмом. Примаченко часто спрашивали, почему ее звери и птицы такие нереалистичные. На это у нее всегда был один ответ. Зачем их рисовать такими, как есть? Они и так красивые. А я рисую на радость людям. А именно такого наивного искусства не так много, потому что Мария ушла от бытовых работ и перешла к созданию так называемых станковых произведений. Имеется в виду тех произведений, которые не были частью какого-нибудь кувшина или, скажем, одеяла. Эти произведения имеют самодостаточное значение. Они существуют как произведения профессионального художника. То есть можно брать в рамку и вешать на стене. Мария не имела академического образования. И тот стиль, который она выработала, это был стиль такой самостоятельный. То есть она сама его приобретала. Почему это круто? Потому что она выполняет все это на очень высоком уровне. Это прекрасный рисунок, прекрасная композиция, прекрасные цветосочетания. Мария Примаченко – народный художник. А ее картины – национальное достояние Украины. Попытку уничтожить их можно считать элементом геноцида. Политики России, цель которой – стереть украинскую идентичность. Россия не прекратила попытки уничтожить Украину, которую она предпринимала на протяжении веков. Сейчас на оккупированных территориях закрываются украинские школы. Преподавание ведется исключительно на русском языке. Соответственно, целенаправленно уничтожается культура на тех территориях, где России это удается. Сюда, на эти территории, она не смогла попасть напрямую. Соответственно, Российская Федерация пытается ракетами попасть в наши объекты культурного наследия. Одесса – Спасо-Преображенский собор. Купинск – Краеведческий музей. Львов – ансамбль исторического центра и объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Чернигов – Драматический театр. Из-за российских обстрелов пострадали более полутора тысяч музеев, библиотек, театров, галерей, домов культуры. Почти треть уничтожены. Кроме того, российская армия повредила или разрушила более 550 объектов культурного наследия Украины.